Развернуться и уйти предложили школьнику учителя Челнинской школы номер 13. Анонимный автор этого видео написал в соцсети, что мальчик заплатил за порцию, а его не пустили. Как сообщило руководство школы нашим коллегам в набережных Челнах, тот, кто разместил видео, слукавил. Родители школьника отказались от питания. Илья от питания отказался, он из-за питания деньги не сдал, субсидию не был поставлен. В школе учатся 600 детей. Посадочных мест в столовой всего 230, поэтому существует расписание. После второго и третьего уроков питаются ребята младшего и среднего звена. А старшеклассники решили воспользоваться мальчиком, дали ему денег и отправили за выпечкой, говорят в школе. Не пустили ребенка в столовую еще и потому, что перемена заканчивалась. Он еще все правила, может быть, не знал. Хотя мы с мамой разговаривали, и классный руководитель тоже. Я, наверное, этим правилом ограничиваю у детей возможности, но иначе нарушение произойдет, и конфликт может перерасти между малышами и старшеклассниками. Эти аргументы Челнинский исполком посчитал неубедительными и начал разбираться в обстоятельствах инцидента. А директора школы обязали написать объяснительную. Более того, проверку по делу проводит и прокуратура Татарстана. Прокурор Татарстана ЛДУС-Нафиков поручил провести проверку видеозаписи, на которые школьника не пускают в столовую якобы из-за опоздания. Прокуратура набережных Челнов выяснит все обстоятельства инцидента и при наличии основания примет предусмотренные законом меры реагирования. Между тем, мама мальчика подтверждает, что денег ребенку на выпечку не давала. Претензий к руководству школы она не имеет, сообщил директор. К слову, сегодня же стало известно о еще одном подобном случае и тоже в набережных Челнах. На этот раз ученицу 55-й школы оставили без обеда. Причина в том, что ее не было на первом уроке, когда составляется список питающихся в столовой. В Министерстве образования республики прокомментировали ситуацию. Согласно федерального закона в образовании каждый педагог обязан соблюдать правовые и нравственные этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь, достоинство учащихся и других участников образовательных отношений. Законом предусмотрено и право родителей на защиту детей. В Министерстве образования добавили, что родители могут жаловаться на тех, кто нарушает права их детей, как минимум директору школы, но и далее по вышестоящим инстанциям.